Люби меня, люби, жарким огнём, ночью и днём. Сердце сжигая, люби меня, люби, не улетай, не истязай, я умоляю. Всем с добрым утром, это мой завтрак, это у нас банановые оладьи, здесь получается один банан, чуть-чуть молока, чуть-чуть муки, всё это перемешали, банан естественно, вилочкой в пюре превратили и готово. Всё это перемешали и на сухой сковородке, раскалённой, всё это обжариваем с двух сторон. Крышечки у меня нет, поэтому я их давила, чтобы они внутри тоже прожарились. Тут у нас кофе с молоком, стевию добавила для сладости, а тут я выставляю в инстаграм фотографию. Вот, собственно, вот эти вот цветочки красивые, радуют глаз. Всего приятного мне аппетита! Я вчера была красивой, потому что мы вчера с моей подругой Мариной ходили, типа как в бар, вот, курили кальян, кушали вкусную еду, я там заказала суп сырный и соба, лапша, с курицей заказала. Маринка у меня заказала рис, тоже чесночный, очень вкусно, всё нам понравилось, просто вообще кайф. Сырный суп тоже, ну, прям, его так много было, что я просто вообще, я очень сильно наелась, особенно вот этой жидкостью. Мы чай купили цитрусовый, курили кальян. Я, если честно, разучилась разговаривать на камеру, потому что я очень давно не снимала, я всё никак не могла купить объектив для этой камеры, канон, вот, тут 18.55 мм, вот такую камеру, объектив мне надо было. По итогу, когда я, получается, только сломала этот объектив, я его уронила, и вот это вот зеркальце, зеркальце внутри, она как-то, типа, сдвинулась, короче, сломалась. Вот, и я даже не знала, что этот объектив снимается, что его можно снять, я думала, это, типа, вся камера сломалась. Пока мой муж, ну, мне такой, как бы, здравствуйте. Я такая, а что это, херня снимается ещё? Я, короче, вообще шутка была. Извините, я не фотограф, я не какой-то там, как сказать, любитель даже. Мне просто нужна камера для съёмок. Я вот рандомно просто купила на Авито БУ камеру, вот, за сколько там? Да, тоже примерно 4-5, я не помню. И когда я только сломала, я смотрела объективы на Авито, тоже БУ, стоили 3 тысячи рублей. Прошло сколько-то месяцев, уже стоят 4-7 тысячи. Я такая, блин, не успела купить за 3. По итогу, эту камеру, ой, этот объектив я купила за 4 500. Вот, вот, представляете, как я вложилась в 4 500 ради того, чтобы снимать видео. Вот, потому что я реально очень соскучилась по видео. И, в принципе, мне, на самом деле, несложно снимать видео. Вот, сложно редактировать, конечно, да, найти для это время. А так я, в принципе, могу ходить и всё снимать, разговаривать на камеру. Но проблема упиралась в лишних деньгах. Камера оказалась у женщины просто замечательная. Она прям чистенькая, аккуратненькая, прям как новая. Вот, сразу видно, что ей вообще не пользовались. Не то, что моя. Моя где только не побывала. Я даже вот, когда при встрече с этой женщиной, она всё достала эту камеру, я говорю, можно я проверю, типа, на... Можно я проверю объектив, такая... Вставила всё, или как вставили. Потому что я даже не знаю, она мне объяснила даже, как правильно надо делать. Я такая, о, типа... И, оказывается, моя камера не заряжена. То есть проверить я не смогла. Я такая, ай, ладно, так, возьму. Без проверки. И, знаете, я в последнее время вот такой человек, который реально всем доверяет. У меня такое доверие открывается к миру, что вот вечно вот это вот подозревать. А он точно рабочий. А он точно не сломан. И вот так вот сидеть, вот так вот смотреть на вот этот вот объектив. Это не в моём стиле. То есть, ну, ладно, возьму, чё. Ну, раз не зарядила, никак не проверить, я тогда возьму. Окей, всё, забрала. Также у меня и с заказчиками по тортикам. Очень многие, как сказать, кондитеры там, да, они, естественно, не доверяют своим заказчикам. Ну, так, они чужие люди, да, вроде бы всё логично. Но, знаете, за всё время моего, как сказать, рабочего периода меня никто никогда не обманывал и не кидал на деньги. Потому что я такой человек, который даже забывает, что мне должны. Они сами напоминают, они сами вот, можно сказать, вот девушка я перевела, вот-вот. То есть, я такая, а, вы мне ещё должны, а, ну всё, ок. Понятное дело, я потом, как бы, всё равно, если даже не оплатят, я всё равно увижу это. Вот, потому что я всегда пишу, кто оплатил, кто не оплатил, кто предоплату только внёс. И я всегда всё записываю в тетрадку. Вот, но у меня был такой случай, что меня, типа, как бы обманывали. То есть, если доверять миру полностью, там, да, не додумывать что-то, не переживать, вот эти вот тревогу убрать, что вот тебе не заплатят, там, ещё что-то, всё станет намного легче. Вот, ты доверишься этому миру, а мир в ответ тебе будет давать только честных людей. Вот в чём я, как сказать, смысл этого разговора, к чему я говорю. А так, если всё время подозревать и требовать там, вот, например, у меня заказали Яндекс.Такси. Я доставкой не занимаюсь, я не заказываю, потому что, ну, как бы, списать, ну, как бы, это геморройно, и я не хочу этим заниматься, потому что если что-то произойдёт, то будут звонить мне, а не, как сказать, заказчику, да, что он там, типа, не вышел, что никто его не встречает, никто не забирает, это всё на мне, тикают деньги и так далее. То есть вот эта вся проблема, мне это не нужно. Но бывает такое, что по каким-то причинам люди всё равно не умеют заказывать, либо у них нет приложения Яндекс, либо ещё что-то, либо у них нет времени и так далее. Они просят меня заказать. Вот, например, доставка стоит 400 рублей, да. Я заказала, деньги у меня списались, я отправила, то есть мне деньги ещё не перевели. Я спокойно отдаю торт курьеру, всё, она получает, она говорит, я попозже переведу. Я такая, ну, хорошо, как удобно, так и переведёте. То есть я вот так вот всегда говорю, всё, всё, давайте, как вам удобно, так и переведёте. И не знаете, прошло там час-два, я, конечно, как сказать, я забуду, займусь там другими делами, я даже не подумаю, что она там меня обманет, да, не переведёт мне 400 рублей, извините. Это половина, как бы, стоимости торта, да, можно сказать, 400 рублей за доставку чисто. И она мне перевела. То есть никаких проблем вообще, ну, я не видела никогда. И всегда, так всегда, все мне всё переводят. Вот этот месяц, он вообще прям мощный был в плане работы. Я никогда столько не работала, как в этом месяце, февраль. 14 февраля, 23 февраля. Это был просто разнос, реально. Особенно 14 февраля. Там, получается, я сделала 30 заказов. Я поставила себе цель сделать 30 заказов. И я, конечно, сделала эти 30 заказов ровно прям. На 23 февраля я хотела 20 заказов. Ну, по итогу сделала за, ну, за 22, за 23, за 24 где-то примерно тоже 30 заказов. Ну, именно, как сказать, 23-го сделала 20 где-то. Но 8 марта, извините меня, на завтра у меня, на завтра, 8 марта, у меня 3 заказа, девочки. 3 ебаных заказа. Я такая, я даже не знаю, радоваться мне или грустить. У меня, знаете, в обычные дни как бы 3 заказа, да. Я такая, нет, мне многие писали, как бы, да, я отвечаю, говорю, там, в основном мужчины как бы, да, должны заказывать. Мужчины вот пишут, там, можно мне на 8 марта тортик, а потом сливаются. Я такая, ну, блин, ладно. И по итогу все слились, никто что-то не пишет, игнорят. По итогу у меня всего вот 3 заказа. Я такая, ладно, господи, не буду как-то нервничать, переживать, мне как-то пофиг. В том году я 8 марта вообще не работала. Вообще, ну, типа, у меня не было, как сказать. Как сказать, я тогда была в деревне, вот, и, как сказать, восстанавливала силы, так скажем, восстанавливала энергию. Мне было плохо на тот момент. Вот я, как сказать, в деревне была. На дождение сходила к бабушке, вот, а там застолье было. По ходу 8 марта реально популярны десерты, шоколадки, шоколадные какие-то фигурки, зефирные там цветы, зефир. Вот это вот макаруны, какие-то наборы. У меня такого нет. У меня только тортики и, типа, все. Это все, что я умею делать. Вот такой вот красивый тортик сейчас сделала. Вроде бы похоже. Мне кажется, у меня лучше. Этот готов, теперь следующий. Это вот второй тортик с цветочками. Получилось очень даже ничего. Вчера, когда мы сидели в кафе, я заказала десерт Павла и блинчики. Я, конечно, не доела. Думала, ой, оставлю на завтра утром с кофе попью. Вообще-то благополучно забыла. Для чего я приготовила панкейки банановые, я не знаю. У меня же уже есть как-то. Короче, я второй раз буду завтракать. Это мой обед. Две сосисочки, пюрешка и одно яйцо. Все приятного у меня аппетита. Это мой ужин. Здесь получается салат айсберг, оливки, помидоры, черри, огурец половинка, наггетсы куриные, 4 штучки. И фета. Все перемешала, такая вкусняшка получилась. Сейчас время 7 часов вечера. Поем, потом поработаю, тортики соберу на завтра и спать. Утречко. Я проснулась в 6 утра сегодня. Сейчас время 8.43. Я уже отдала 2 тортика за это утро. Ну, я их сделала и сразу отдала. Замучилась я, конечно. Ну, это не 10 тортиков, а всего 3. У меня осталось последний тортик отдать. Скорее всего, заберут где-то днем. Вот. А пока отдыхаем. Я уже все сделала. Сижу, пью кофе, наслаждаюсь утром. Сегодня 8 марта. Девочки, всех поздравляю с нашим днем. Желаю нам только счастья. Самое главное, желаю это здоровья. Желаю быть любимой. Я вчера взвешивалась, и мой вес показал 106 килограмм и 400 грамм. Я что-то стабильно вроде весила 103 килограмма, 104, и немножко пожирнела на 2-3 килограмма. Короче, потихоньку я буду худеть. Вот. Если вам кажется, что я много ем, то вам кажется, потому что это мало. Вчера, признаюсь, я ночью вот после салата прошло сколько-то часов, 2 часа прошло. У меня просто вообще, мне так захотелось просто жрать. Вот реально. Я взяла, заварила роллтон и съела роллтон. Еще туда сосиски накрошила. Ну, оставшиеся в холодильнике. И все, спокойно душой я легла спать. Вот, если бы не роллтон, скорее всего, я бы сегодня, наверное, нормально так скинула. А так, жрать на ночь это просто моя тема. Почему-то я не могу уснуть, пока я голодна, и я не наедаюсь этим сраным салатом. Сегодня у меня по плану, у меня есть вот такая вот тетрадочка замечательная. Вот такая вот у меня тетрадочка замечательная. Здесь у меня заказики. У меня на 9 число, то есть на завтра, 3 заказа. На 11 у меня 0 заказов. На 12 у меня 3 заказа. Вот пока как-то так. Сегодня у меня вот 3 тортика. 8 марта. 3 тортика. Я даже запись убрала. Вот знаете, вот она была закреплена у меня. Я его убрала, потому что, ну, это бесполезно. Я даже рекламу делала в ВК. Я всегда делала рекламу в ВК перед праздниками, там, 23-14 февраля. И всегда срабатывала. Я подписчиков много набрала в этом месяце. Ну, клиентов, если я знаю, да, это живые подписчики. А когда я начала делать рекламу в марте, вообще никого не было. Вообще не было заказов. Это очень странно. Я не стала продлевать рекламу, потому что, ну, это бесполезно. Но сейчас я понимаю свою ошибку. Нужно было делать рекламу и больше, как сказать, ориентироваться на мужчин. Вот, мужики же все-таки заказывают. А я, видимо, ориентировалась больше на женщин. Больше подарком для мам. Но на самом деле надо было ориентироваться на мужиков. И, как сказать, примеры тоже выбрать такие для девушек тоже. Можно даже пошловатые, да, примеры. Какие-нибудь интересные, смешные выбрать. Именно для пар. Вот. Но что-то я, короче, прогадала. В основном тортики, примеры у меня были только для мам. Вот. Ну, или такие. Просто с 8 марта. На ошибках учимся. Ну, в том году 8 марта я не работала. Я без понятия, кто именно 8 марта заказывает, какой категет людей и для кого. Вот. А сейчас я как бы знаю, на кого ориентироваться. И в следующем году я не прогадаю больше. Вот такой вот у меня завтрак. Тут 2 яйца жареных и наггетсы куриные с сыром. Лучшего завтрака я пока не придумывала. Все, чтобы вот холодильники, морозильники я посмотрела и вот нагганила. Буду делать вот такой вот декор. Фиолетовый тортик с мимозой. Заказали в 10 утра сегодня. Я согласилась взять срочный заказ на вечер. На выравнивание бенда тортика у меня уходит где-то 100 грамм. Вот, вполне хватает. Всегда надо выравнивать, начинать именно сверху. Потому что внизу могут быть крошки. И лучше начинать сверху, чтобы сверху все было чистенько. Я на поворотный столик сделала пленку, чтобы тортик не скользил по столику. Кто-то подкладывает тряпочки, всякие резиновые штучки, вот эти вот. Но я просто пленку наматываю и все. Все держится нормально, пойдет. Я когда училась выравнивать, я училась выравнивать именно крутящим образом. То есть вот так вот держишь одной рукой и кручишь. И получается ровно. То есть все получается ровненько. Теперь внизу быстренько вот так вот проходимся. Снизу вверх, туда-сюда. А потом вот так вот просто выравниваем. Если есть какие-то вкрапинки на тортике, это типа творожный сыр, его лучше убрать, потому что смотрится не очень. Также излишки крема нужно будет убрать. Вот снизу просто я убираю. Прямо на бумаге. То есть я не перекладываю бенты, потому что, ну, тортик может перевернуться, упасть и так далее. Потому что у меня уже такое было. И в какой-то момент, знаете, и еще занимает очень много времени вот это вот перекладывание тортиков. Вот представьте, вам надо сделать 30 тортиков, и это все надо перевожить. Ну, типа, один из них-то точно упадет, вот реально. Когда устаешь, много работаешь, либо просто встала не с той ноги. Ну, типа, лучше собирать прямо на бумажечке. В пергаментной бумаге, силиконизированной бумаге. То есть она спокойно, как бы, ну, будет держать, как сказать. Ну, то есть она не порвется. То есть она полежит в холодильнике вместе с тортиком, да, влажным, в креме. Он у вас никак не, как сказать, не разложится, эта бумага. То есть ее можно спокойно вот взять, вот, она не рвется. Силиконизированная. Запомнили? Это очень важно. И не перекладываю торт, потому что идея, мне это не нравится. Это долго и, как сказать, неудобно. Все равно это бенто-торт. Вы, когда будете класть в коробочку этот бенто, у вас все эти бумажки вот так вот свернутся. К бокам тортика прилипнут. И, типа, смысл тогда, ну, не знаю, в перекладывании, если ее все равно все размажется. Короче, не делайте лишнее. Лишнюю работу не надо делать. Я хочу сделать бортики. И, чтобы сделать бортики, нужно вот так вот немножко надавить по бокам. Вот здесь все чистенько, выровняло по бокам. Вот, не видите, не очень. И, чтобы сделать бортики, мы просто берем и вот так вот делаем. Все, бортики готовы. Я кладу бенто именно вот в ребристую сторону. Все. Берем, перекладываем. Вот так вот получается. Нужно будет сделать мимозы по бокам. И с 8 марта написать. Я сначала отправляю в холодильник. Пусть крем, как сказать, замерзнет, остынет. Потому что он сейчас очень мягкий. И на нем вообще невозможно будет что-то делать. Поэтому все. Обязательно я проверяю, все ли нормально, ничего ли не задевает. То есть я полностью закрываю. Вот так вот даже нажимаю. И потом открываю, смотрю, все ли как бы нормально. Нигде ничего не задевает. Это у нас тортики на завтра. Тут у нас манго, вишня, сниггерс. Это у нас самый большой торт биг бенто. Я большие особо не делаю. Максимум килограмм 300. Это сегодняшние. Тут у нас сливки. Я беру село зеленое. Мне оно нравится. В магните покупаю. Я беру маленькими порциями. Не литрами как бы, да. Чтобы сливки всегда были свежие. Потому что сырокодность очень-очень маленький. Тут у нас кремета. Сыр. Тут покинг. Сыр. Ядро по 2 килограмма. Еда у меня находится в маленьком холодильничке. Это холодильник у племянницы. Он у меня ненадолго как бы. И пока есть возможность, я еду храню там. А так в основном стараюсь еду не класть в холодильник большой. Вот такая красота получается. Знаете, кто больше всех устал? Конечно же, Хэппи. Он устал. Сегодня целый день бегал, да. Туда-сюда. Посмотрите, как он вырос. Просто ты в камеру не помещаешься. Хэппи. Очень длинный. Весит 5 килограмм. Просто кабан. Да, я его откормила. Такого засранца. Да? Ты здесь ранец? Ты такой. Ай, ты такой, да? Вау. Какая красота. Тюбиленькая. Так, теперь начинаем делать все на завтрашний день. Для Биг Бенда мне нужно вырезать вот такие вот бабочки. Это называется сахарная картинка. То есть все это я заказываю, мне распечатывают под заказ. Можно фотографию распечатать, хоть что, короче. И это все вырезается. Вот, к примеру, бабочки я вырезала. Здесь пленочка у нас. Ее снимаем, изолируем шоколадом. У меня все так же дома нечего есть. Ну, я имею в виду, что нет нормального обеда. А здесь у меня, посмотрите, ягодки. Я взяла из холодильника, из остатков капкейк. Вот, сверху кремушком сделала. И добавила ягоды. Я эти все ягоды съем. Сама, лично, одна. Я их все съем. Это все осталось от, естественно, от заказов. Это я делаю, получается, бабочки. Сейчас растоплю шоколад. Ой, блин. Я еще чуть-чуть добавила к кармели. В общем, я пошла до мусорки и до Вауберис. Сейчас надо все застегнуть. Ну, заодно и прогуляюсь. Мой объектив. Только благодаря объективу я начала делать опять ролики. Сейчас я буду готовить рамен. Тут у нас грибы и ноки. Я взяла на этот раз тофу. В тот раз, ну, мы пробовали настоящую корейскую. А это я просто купила, ну, типа, в магните взяла. Просто острую хотелось. Это я тоже вот недавно купила. Суп корейский. Но это потом я поем отдельно. Чисто бульон. Вот тофу я очень давно не ела. Сейчас я его нарежу на маленькие кусочки. И буду варить вместе с грибами и с лапшой. Вот такие вот грибочки и ноки. Жопку я не отрезаю, потому что тут уже отрезано. Сначала я положу специи. Сначала будем варить грибочки. Ой, ой. Тофу. И колбаску. Ну, просто посмотрите, это не рамен разве. Просто кастрюли, конечно, маловато, но ладно. Пока как-то так это все выглядит. Ну, сейчас она пропитается, сварится и нормально будет. Все влезет. Просто посмотрите, какая красота. Реально, настоящая корейская еда получилась. И не поленилась, сделала, блин. Кайф просто вообще. Ну, что, будем пробовать? Ну, и что, давайте будем дегустировать. Первое, что будем пробовать, это, конечно же, грибочки. Они очень хрустящие, вкусные. Прям кайф. У меня аж слюни потекли. Вот это я понимаю, завершение моего дня. Я еще, наверное, включу аниме. Буду смотреть, наслаждаться. Так, теперь попробуем тофу. Тофу не имеет никакого особого вкуса. Можно тофу брать, знаете, с разными начитками, вкусами. Там копченые, не копченые. Теперь будем пробовать рамен. Ну, они у меня хватаются именно с грибами, так что буду кушать с грибочками. Я вас научу, как готовить корейские блюда. Эти грибы еще называют «Увидимся завтра». Они, получается, не перевариваются. Ну, точнее, они усваиваются кишочками и выходят наружу целенькими. Я, конечно, не видела. Но раз так говорят, значит, так оно и есть. Надеюсь, я их не увижу завтра. В общем, очень вкусно. Я прям кайфую. Вы не представляете. Всем, кто кушает, приятного аппетита. А я пойду наслаждаться и смотреть сериальчик. На этом мое видео заканчивается. Огромное спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока!